Привет! Вы снова смотрите видеоподкаст на просторах GameLand.ru. С вами Орех и подборка самых интересных новостей за минувшую неделю. Спонсор подкаста — новый тариф Gamer. Gamer разработан специально для тех, кто ни на секунду не выключается из игры. В твоем мобильном будет все самое важное и необходимое, чтобы не отвлекаться от любимого процесса. Теперь ты будешь в игре всегда и везде. А сегодня в программе... Принц Персии и Призраки Прошлого. Горячие слухи из Японии. Two Human — канадский киберпанк. Soldier of Fortune стучит в дверь. Kennan Lynch 2 — уже в процессе. Кролики снова с нами. Тема выпуска — как Бангер осталась с Майкрофором. Принц Персии — это игра, перевернувшая игровую индустрию дважды — в двухмерном дебюте и в последующем трехмерном перевоплощении. Фара, ты помнишь меня? Согласно циркулирующим в сети слухам, в недрах студии Ubisoft Montreal уже год кипят работы над четвертой частью сериала Prince of Persia. Игра получила название Ghost of the Past и станет первой частью новой трилогии. Сюжет вернет нас к истокам серии. Молодой принц и еще неизведанный мир Персии обещают серьезный графический и геймплейный скачок по сравнению с тем, что мы видели в Two Thrones. Согласно тем же слухам, игра должна появиться в продаже во второй половине следующего года в версиях для PlayStation 3, Wii, Xbox 360 и PC. Вторая часть ожидается лишь в 2009 году, одновременно с кинокартиной Prince of Persia The Sands of Time о создателе пиратов Карибского моря Джерри Брукхаймера, Стивена Сомерса и студии Disney. Небольшая порция слухов пришла к нам из страны восходящего солнца, суши и покемонов. Обычно мы не обращаем внимания на такие сплетни, однако на этот раз они действительно интересны и заслуживают доверия. Речь идет о том, что компания Square Enix планирует выпустить новую часть Parasite Eve для приставок нового поколения. Survival Horror серия с элементами RPG, о которой мы ничего не слышали с 2000 года, вполне может возродиться на движке Unreal Engine от Epic Games. В свою очередь компания Konami сообщила о подготовке секретного эксклюзива для PlayStation 3. Какая именно игра собирается повторить путь Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots пока не совсем ясно. И раз уж мы затронули тему возрождения хитов прошлого, то по информации наших британских коллег, студия Kronos трудится над новой частью знаменитой Fear Effect под покровительством Eidos Interactive. Амбициозный проект 2Human должен появиться уже в этом году. И хотя разработчики не называют точную дату выхода, поток свежего видео не ослабевает. Игра создается в недрах канадской студии Silicon Knights, прославившейся последними скандалами с Epic Games. Сюжет первой части трилогии рассказывает о высоких технологиях через призму нордических мифов об Одине и Локе. Эксклюзивный проект для Xbox 360 в однопользовательском режиме напоминает смесь Diablo и Devil May Cry, в то время как сетевые баталии больше смахивают на Fantasy Star Online. Легкое дуновение ветра в сторону аркадности совершенно не значит, что игра растеряла свои RPG-элементы. Вам предложено 150 уровней прокачки персонажа, 15 классов оружия и огромное дерево умений. 2Human успела сменить несколько платформ. Еще в 99-м году ее выход ожидался для PS1, затем Nintendo получила эксклюзив на GameCube, а на этот раз выпустить игру Silicon Knights попробуют через Microsoft. Будем надеяться, что проект, созданный под впечатлением от произведений Фридриха Ницше и Роджера Желязной, все же остановится на этой платформе. Компаниям Universal Studios и 20-й век Fox так и не удалось договориться между собой. И теперь о фильме по мотивам Халла можно забыть. Microsoft, в свою очередь, осталась в стороне от конфликта, при этом сохранив позицию богатого заказчика, мечтающего о большом проценте с прибыли. Заморожен проект, как оказалось, был еще в конце прошлого года. Другой фильм по мотивам еще одной популярной игровой вселенной Gears of War постигла схожая участь. Картины занимался сам Стюарт Битти, сценарист пиратов Карибского моря и студия New Line Cinema. Причиной безвременной гибели проекта стал слишком раздутый бюджет и отсутствие энтузиазма. А вот PC-версия Gears of War находится в целости и сохранности и обещает появиться на полках магазинов уже 22 ноября этого года. В России игру издает компания 1С. Поклонники, затаив дыхание, ждали возвращения кровавой серии долгих 5 лет, а дождались бюджетного экшена. Компания Activision объявила о разработке третьей части сериала Soldier of Fortune, названной Payback. Жестокие солдаты должны вернуться в упаковках для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Игрой занимается студия Cauldron и бюджетное издательство Activision Welly, на счету которой в основном небольшие казуальные проекты. Потеря Raven Software в лице разработчика значительно сказала на игре, что хорошо видно на прилагаемом видео. Согласно несложному сюжету, вам снова предстоит вступить в ряды организации The Shop и продолжить битву с криминальными боссами мира. Из приятных моментов стоит отметить возможность попадания пулей в одну из 36 зон на теле противника. В предыдущих частях их было заметно меньше. Игра должна появиться на полках магазинов уже в ноябре. Кейн энд Линч только готовится к выходу, но уже стало известно, что разработчики планируют продолжение. Издательство ADAS и студия IO Interactive, ответственное за лучший сериал о наемном убийце Hitman, смело объявили о началах работ над официальным продолжением своей новой IP Кейн энд Линч. После активности с Hitman другого решения мы и не ожидали. Что касается оригинала, то игра выходит 23 ноября для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Кейн энд Линч рассказывает историю двух сорвавшихся с катушек преступников, один из которых наемник, второй психопат, убивший свою семью. Парни путешествуют по штатам, решая проблемы правосудия своим неординарным путем. Кровавая драма обещает множество оригинальных сюжетных поворотов и еще больше крови, чем в Бешеных Псах Тарантино. Права на экранизацию игры уже принадлежат Lionsgate Films, так что ждем новых анонсов. Как вы уже могли услышать в анонсах, хитмейкеры из Бангера остались с Microsoft. Об этом чуть позже, а пока мы расскажем вам о дальнейших планах разработчиков игры о мастере Чифе. Банги продолжат историю Хала в новых форматах, оставив четвертую часть одному из близких партнеров американской корпорации. На данный момент известно, что новая игра Банги создается при непосредственном участии Питера Джексона, отлично знакомому вам по лентам Властелин колец и Кинг Конг, а также его собственной студией Wingnut Interactive. Во-вторых, разработчики подогревают интерес к проекту, уверяя, что он имеет прямое отношение к третьей части вселенной Хало. В качестве платформы стоит предположить Xbox 360. Кролики из Рэймон Рэйвинг Рэйвис 2 решили не останавливаться на достигнутом и продолжить свой путь завоевателей вселенной. После успешного захвата мира Рэймона, кролики приступили к новой фазе своего коварного плана – вторгнуться на планету Земля. Сперва забавные животные решили изучить повадки землян, а затем стать доминирующей расой и установить новый порядок. Рэймон Рэйвинг Рэббитс 2 эксклюзивно разрабатывается для платформ Nintendo Wii и DS. А тем временем ваши любимые кролики решили заняться регби. Что из этого получится, можно догадаться. Еще одна лента по мотивам популярной вселенной находится в кинематографических цехах Sony Pictures. Компания наконец-то назвала имя продюсера, корпящего над кинопостановкой EverQuest. Новым героем стал Ави Арат, в прошлом трудившийся на благо Marvel Comics в должности главы креативного отдела. Ави принимал участие в продюсировании всех частей Spider-Man, Hulk и еще более чем 50 фильмов. Для написания сценария Sony наняла Майкла Гордона, засветившегося в ремейке фильма «300 спартанцев». EverQuest давно получил статус культового, а разговоры об экранизации велись не один год. Дата появления фильма пока остается размытой, но раньше, чем на середину 2010 года, вряд ли стоит рассчитывать. Шум вокруг самой активно продаваемой игры Halo 3 сменился новой темой – разговорами о расставании Microsoft и Банги. Спустя шесть дней после выпуска Halo 3 «Звездный союз» был расторгнут. Таким образом, Банги получила статус частной компании с ограниченной ответственностью. Microsoft сохранила за собой права на издательство и маркетинг серии Halo. Вся интеллектуальная собственность, скрываемая за торговой маркой Halo, также осталась у компании Стива Балмера. Став частью Microsoft еще в 2000 году, тогда только набиравшая популярность Банги оказалась невероятно выгодным приобретением для первой. И хотя грубая и жесткая политика гиганта по отношению к разработке и выпуску проектов известна давно, «Союзу» удалось продержаться целых 7 лет. Несмотря на ускоренные сроки выпуска последних двух частей сериала, игры попали в яблочко и внушительно озолотили Microsoft. Однако данный факт не позволил издательству поддержать до конца художественный фильм по вселенной Тихонечко, повзаимствованный у писателя Ларри Нивина. То же самое случилось и с проектом для Nintendo DS, который уже прошел первые стадии разработки, но был заморожен. Кроме прав на серию Halo, у Microsoft сохраняется неконтрольный пакет акций студии Банги, а также право выбирать, какие проекты финансировать и издавать. По словам самих сотрудников студии, они совершенно не намерены жечь мосты и люто ненавидеть Xbox 360. Напротив, все будущие проекты появятся именно на этой платформе. В первую очередь, это совместная работа со студией Питера Джексона, о которой я рассказал несколько минут назад. А также секретное дополнение для Halo 3. Абсолютно новых игр в вселенной Хатбанги ждать пока не стоит, как и возрождение было из серии, кормивших сотрудников студии в 90-е. А сейчас пару слов о том, что ожидает вас в следующем выпуске нашего подкаста. 1 ноября в России начнутся официальные продажи приставки Xbox 360 в трех версиях Core, Premium и Elite. Об этом представители Microsoft рассказали на презентации, которая состоялась на днях в одном из московских клубов. Еще одно мероприятие, о котором мы расскажем в следующем подкасте, это Activate Moscow 2007. Закрытый показ новых проектов от компании Activision в Москве. B-Movie, Spider-Man Friend of War, Tony Hawk's Proving Ground, Guitar Hero 3, Legends of Rock. Плюс эксклюзивное интервью с президентом Infinity Ward, компанией-разработчика Call of Duty 4, Modern Warfare, Грантом Колье. Пожалуй, пришло время расторгнуть союз с вами, но всего лишь на неделю. Кстати, спонсор подкаста — новый тариф Gamer. Он разработан специально для тех, кто ни на секунду не выключается из игры. В твоем мобильном будет все самое нужное и важное, чтобы не отвлекаться от любимого процесса. Теперь ты будешь в игре всегда и везде. А с вами был Орех и видео-подкаст от GameLand.ru. Пишите комментарии. До связи! Как вы уже могли услышать... Эй, куда он пошел? Ждали возвращения кровавой серии долгих пять лет, а дождались... И теперь о фильме по мотивам Халла можно забыть. Отстой. Тоже самое получилось.